Чтение книг – это не только разбор текста. Я также вам достаточно рекомендую практиковать абсолютно все аспекты чтения, для того чтобы чтение было для вас максимально продуктивным. Во-первых, эффективное чтение, то есть чтение с погружением – это вот прям вот разбор текста, разбор конструкции, разбор правил. Это очень тяжело для мозга. Мозгу очень больно от происходящего, и поэтому этим заниматься долго я бы настоятельно не рекомендовал. Книжка – это все-таки вещь, которая должна доставлять вам удовольствие, поэтому, помимо прочего, вы просто должны читать книгу. То есть вы просто должны садиться и тренировать ваше чтение, и читать вам нужно вслух. Я понимаю, что для большинства это дико дискомфортно, это очень неудобно, особенно это связано, возможно, с комплексами, возможно, с тем, что вы живете не один и тому подобное, возможно, вам стрёмно, что у вас будет хреновое произношение и так далее. Ребятушки, надо. Очень надо читать вслух. И даже если вам кажется, на первый взгляд, что это плохо, чтение вслух очень много решает. Дело в том, что момент, когда вы начнете говорить, очень сильно зависит от того, насколько вы уже привыкли к разговору. Когда вы читаете вслух, вы не только тренируетесь говорить, вы еще и тренируете свой слух. То есть каждый раз, когда вы произносите определенный набор слов, вы это слово не только читаете глазами, да? То есть вы видите это слово, вы говорите это слово, и вы слышите это слово. То есть у вас это слово закрепляется разными способами. А после того, как вы это слово еще и будете разбирать, вы еще его пишете. То есть четырьмя разными способами, абсолютно разными четырьмя отделами мозга, вы запоминаете одно слово. То есть у этого слова будет четыре разных ассоциации. Когда вы его напишите, услышите, увидите или произнесете. Это очень важно И чем больше вы будете читать вслух Тем быстрее у вас пойдет разговор Потому что вы это слово можете вспомнить Но можете не вспомнить, как его говорить А так вы вспомните это слово в памяти у себя Потом вы это слово вспомните, как оно выглядит И вы вспомните, как это слово произносить А может быть вы и раздельно это вспомните Какой-то из аспектов, что вы когда-то писали И вы сразу же его автоматически произнесете Потому что у вас жесткая ассоциация с многих сторон Ну и читать вслух тоже очень тяжело То есть просто взять книгу и читать Тоже достаточно тяжеловесно Так что я вам еще рекомендую Просто читать книгу еще и про себя Вы должны работать Вы должны читать книгу и просто читать Вы должны читать книгу вслух Для того, чтобы я то, что я объяснил раньше А также вам нужно еще и разбирать книгу эффективно Если вы будете работать с книгой вот так вот Скорость обучения вами Языку возрастет просто безумно То есть если условно говоря Вы тратили два часа на что-то такое не очень То делая вот это Скорость изучения вами языка Именно говорения и работа с непосредственным языком В плане коммуникации Будет вам x2 к изучению Так что настоятельно рекомендую делать именно так Безусловно вы сами решайте Как вам делать правильно Но чисто мои рекомендации Как человека, который наделал очень много ошибок Я думаю, что вам стоит прислушаться Хотя вы не должны Тут как бы такого условно супер правильного способа нет Ну вот Я говорю, что после того, как я начал так делать Левелап прям не заставил себя ждать Вот такой вот я вам хотел показать способ Эффективной работы с прочтением книг И нескольких способов Которые вам в этом нелегком деле помогут Собственно, на этом все Если вам понравилось, ставьте лайк Подписывайтесь на канал Там же оставляйте несколько комментариев Если хотите поддержать меня и канал Все ссылки в описании Ваш лайк, коммент И если вы поделитесь этим видео со своими друзьями Очень сильно поможет по движению канала Счастья и добра Счастья и добра